Все мы немного у жизни в гостях, жизнь — это только привычка. Есть в близости людей заветная черта, ее не перейти влюбленности и страсти. Вечерний звон у стен монастыря, как некий благовест самой природы, и бледный лик в померкнувшие воды, склоняет сезокрылая заря, над дальним лугом белые челны, нездешние сопровождают тени. Час горьких дум, ой, час разуверений. При свете возникающей луны. Одно из речайших и драгоценнейших достижений человеческого разума — это умение приводить в порядок свои мысли. Лицемер мне напоминает человека, который убил родителей, и просит суд о снисхождении на том основании, что он сирота. Мы не поможем людям, делая за них то, что они могли бы сделать сами. Молчание — премудрость и начало. В молчании и слово зазвучало. Для того чтобы жить долго, прибереги для себя старого вина и старого друга. Как ни короткие слова, да и нет, все же они требуют самого серьезного размышления. Стоит тебе лишь прекратить бесполезное концептуализирование, ты будешь тем, чем являешься и чем ты всегда был. Истинное видение, не просто изменение направления видения, но изменение самого его центра, в котором сам видящий исчезает. Источником сознания является сознание. Сознание — это все что есть. В настоящей вежливости не разбирают, что за человек, в настоящей справедливости не отделяют своих от чужих, настоящие знания не таят коварных замыслов, в настоящем милосердии не считаются с родством, в настоящем доверии забывают о золоте. Согласия не расстаются, в естественности не утомляются. То, что сделало прекрасной мою жизнь, сделает прекрасной и мою смерть. С каждого надо спрашивать только то, что он может дать. Власть прежде всего должна быть разумной. В жизни не так уж трудно устраиваться, когда уже нечего терять. Существует понятие чести среди карманных воров, и понятие чести среди шлюх. Все дело в том, что применяются различные мерки. Всем глупцам не терпится осмеять кого-нибудь. Глупцы спешат попасть туда, куда ангелы, боятся ступить. Болезнь своего рода преждевременная старость. Все гибнет, молодость, обаяние, страсти, все стареет и разрушается. Мысль не гибнет, и прекрасен человек, который несет ее через жизнь. Нет, Бог, когда создавал женщину, что-то такое намудрил. Увлекся творец, увлекся. Как всякий художник, впрочем. Уверуй, что все было не зря. Наши песни, наши сказки, наши неимоверные тяжести победы, наши страдания, не отдавай всего этого за понюх табаку. Мы умели жить. Помни это. Будь человеком. Между человеком до того, как он полюбил, и после, существует такая же разница, как между потушенной и зажженной лампой. Вечером гулял по безлюдному берегу моря. Это было не весело и не грустно, это было прекрасно. Великое не создается порывом, а представляет собой цепь постепенно слагающихся малых дел. Всякое изъявление дружбы, легко завоевывает доверие человека, находящегося в несчастье. Поступки человека, находящиеся в прямом противоречии с внушениями его природы, если не невозможны, то во всяком случае невероятны, и будут казаться в полном смысле слова чудесными. Родительская слепота почти всеобщее явление, она всегда казалась мне самой необъяснимой из всех нелепостей, какие только могут взбрести на ум удивительнейшего создания, называемого человеком. Неуловимые полшага, отделяющие среднего менеджера от настоящего лидера, это изящное поведение в напряженных ситуациях. Если свободное общество не может помочь тем немногим, кто беден, оно не сможет спасти тех немногих, кто богат. Те, кто делает мирную революцию невозможной, делают насильственную революцию неизбежной. Можно от всего сердца любя человека, все-таки понимать, как велики его недостатки. Было бы глупо и дерзостью мнить, будто нашего расположения достойно одно лишь совершенство. Порою наши слабости привязывают нас друг к другу, ничуть не меньше, чем самые высокие добродетели. Твердый характер должен сочетаться с гибкостью разума. Прежде чем ополчиться на зло, взвесьте, способны ли вы устранить причины, его породившие? Красота. Вот единственный язык наших душ. Человек имеет право на одну единственную любовь. Все остальное это лишь пагубные заблуждения, составляющие несчастье бесчисленного множества людей. Добродетель это не что иное, как порог, который поднимается, вместо того, чтобы падать, а достоинство не что иное, как недостаток, сумевший сделаться полезным. Из мыслей человека добывали больше золота, чем когда-либо из недр земли. Начальный момент всех достижений – желание. Если вы испытываете непреодолимое желание кого-то опорочить, не произносите эти слова вслух. Напишите их на песке поближе к воде. Для того чтобы понять систему, надо, из нее выйти. Лучше укреплять свои сильные стороны, чем исправлять слабые. Человеческая душа, не предназначена для постоянного соприкосновения с душой другого человека, и с такой насильственной близости, нередко родится бесконечное одиночество, терпеть которое предписано правилами игры. Когда очень любишь, трудно поверить, что чувство любимого человека к тебе действительно пошло на убыль. Приемлемо любое другое объяснение, только не это. Беды наших друзей мы воспринимаем с определенным удовольствием, которое вовсе не исключает дружеских чувств. И чем неприличнее беда, тем нам приятнее.